Это «Вести Тамбов» в студии Юлия Логачёва. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. По всей стране гремят первые звонки, знаменующие начало учебного года. Мои коллеги побывали на праздниках в новой школе на севере Тамбова, в духовной семинарии, и узнали, какую программу для школьников и студентов приготовил город. Туристическая пирамида рухнула. Тущак, причиненный клиентом турфирмы, составил сумму свыше 10 миллионов рублей. Дело директора турфирмы из Мичуринска направляют в суд. И где можно отдохнуть и повеселиться в Тамбове в эти выходные. Еще один плюс осени. Наступает время гастрономических фестивалей. Мы подготовили для вас афишу мероприятий на предстоящий уикенд. Виртуальный помощник на линейке флешмоб с участием робота и первый урок от главы региона. Так, сегодня начался первый учебный день во второй школе, которую открыли на севере Тамбова. Образовательное учреждение рассчитано на 2500 мест и инженерно-технологическую подготовку детей. Каким выдался праздник для первоклассников, родителей и педагогов, увидела Татьяна Макарова. В лучах осеннего солнца новая школа переливается красками больших свершений. Дети с родителями спешат рассмотреть ее ближе и переступить порог заведения, где созданы все условия для развития юных почемучек. Мы живем в этом районе и мы очень рады, что у нас построили такую современную, такую интересную, такую красивую школу. Новая школа на севере Тамбова в день зданий готовится встретить более полутора тысяч учеников. Первый раз в школьный порог переступят 346 мальчишек и девчонок. Кто волнуется в этот день больше, дети или их родители, сказать сложно. Но в целом стоит отметить, что здесь царит дружеская, теплая семейная атмосфера. И пока взрослые ждут от своих детей интеллектуальных подвигов, малыши планируют школьный досуг. Друзей даже у меня и так там есть. Я ожидаю пятерок, много друзей, всего самого лучшего. По последнему слову техники не только оборудовано само здание. Торжественную линейку ведущим помогало вести виртуальный помощник. И даже неудивительно, что танцует для ребят настоящий робот. Голубые роботы, они человек. Вслед за ним в пляс пустились и дети. Приветствовали ребят и их родители в этот знаменательный день почетные гости. Я уверен, что в этой школе, прекрасной школе, инженерно-технологической школе номер два, ваши дети получат уникальное, отличное образование, которое поможет им и в дальнейшем пойти в новую жизнь. Когда они окончат школу, будут поступать в вузы. Надеюсь, что они будут поступать в наши вузы. Важно, чтобы все ребята, которые сегодня переступят порог этой школы, чувствовали себя здесь как дома, были окружены вниманием, заботой. Родители и педагоги понимали, что все сделано для того, чтобы их дети были в безопасности и получали качественные знания. 11-ти классников на этой линейке нет. Выпускников решили не травмировать переходом в новую школу. Поэтому ограничились набором детей до 10-го класса. И вот самый ответственный момент. Красная лента перерезана. Ученики отправляются в свои новенькие классы. Учить их будут 120 квалифицированных педагогов. Хотелось бы, наверное, сказать, что у нас 36 классов комплектов. Начальные школы и, соответственно, среднее звено у нас педагогами укомплектовано. Причем наряду с опытными педагогами работают так и молодые специалисты. Ну а самый первый урок краеведения для детей после небольшой экскурсии по школе провел глава региона. Лекция в рамках просветительской акции «Поделись своим знанием». Российского общества знания была посвящена истории Тамбовского края в 19 веке. Татьяна Макарова, Виктор Марченко, Алексей Исковский. Хвести. Тамбов. Еще утром Максим Егоров поздравил всех жителей области с началом учебного года. Дорогие ребята, родители, учителя. От всей души поздравляю вас с Днем Знаний. Этот день является особенным и значимым для каждого из вас. Я с ностальгией вспоминаю свои школьные годы. Искренне говоря, они были самыми прекрасными. Мечты о будущем. Выбор жизненного пути. Первое открытие, первая любовь – это время, когда многое в нашей жизни происходит впервые. Дорогие ребята, не упускайте шансы, которые дает вам жизнь. Впитывайте знания, открывайте для себя новые горизонты. Ставьте перед собой высокие цели и старательно их достигайте. Ведь у вас есть прекрасные учителя, которые готовы помочь и поддержать вас на этом пути. Они являются настоящими профессионалами своего дела и одними из лучших в России. Уважаемые родители и педагоги, в этот день я хочу пожелать вам мудрости, терпения и понимания. Будьте надежной опорой для наших детей. Помните, что в общении с подрастающим поколением необходимо вспоминать, что и сами когда-то были детьми. Еще раз с праздником вас! После торжественной линейки отдыхать в парке культуры и отдыха сейчас в самом разгаре праздничная программа по случаю Дня знаний и первого дня осени. На главной площади парка собрались школьники близлежащих школ, их родители и учителя. Рядом с тематической сценой расположились интерактивные площадки с мастер-классами, конкурсами и викторинами для детей, которые подготовила центральная библиотечная система Тамбова. Устраивать такие развлечения для детей и подростков 1 сентября уже многолетняя традиция и завершится праздничная программа только к вечеру. Также сегодня здесь стартовала всероссийская акция «Бегущая книга», где, правильно ответив на вопрос, можно получить книгу в подарок. Сегодня такая замечательная погода, праздник удался. Радостно у нас планы еще после того, как мы придем все домой. Мы еще старший сын есть, он тоже пошел в школу, восьмой только класс. И потом мы вечером собираемся, конечно, там праздновать. В завершении праздника у нас состоится награждение лучших ребят, которые за лето прочитали наибольшее количество книг в каждой детской библиотеке. Также детские библиотеки сегодня получат в дар от наших спонсоров книги. К другим новостям. Судя по сводкам ГИБДД, тамбовчане стали аккуратнее на дороге. Накануне было зарегистрировано всего три ДТП, в которых три человека пострадали. Так, в Жердевском округе на трассе Каспий Ниссан пересек сплошную и врезался в трактор «Беларусь». В результате внедорожник оказался в кювете. Дочь и сын водителей японца были осмотрены на месте медиками. Скорая помощь выезжала и в поселок Строитель. Здесь водитель Лады Приоры не предоставил преимущества в движении Тойоте Камри. В результате травмы получили водитель и пассажир иномарки. Отгремел по всей России День знаний и дал старт новому учебному году. Но юным школьникам стоит помнить, что быть внимательными нужно не только на уроках. Дорожно-транспортные происшествия с детьми – одни из самых страшных. И необходимо делать все, чтобы избежать их. А значит, стоит знать и соблюдать правила дорожного движения. Многое здесь зависит от родителей и преподавателей. Ведь на их плечах лежит воспитание в школьниках культуры безопасности. Авторы программы «Полоса безопасности» разобрали, какие опасности могут подстерегать ребенка по пути до школы и обратной. И самое главное – как этих опасностей избежать. Новый выпуск смотрите в эфире телеканала «Россия-1» в субботу в 8 утра. Повтор в воскресенье в 13 часов, но уже на канале «Россия-24». День знаний традиционно отметили в духовной семинарии. Здесь его начинают очень рано с божественной литургии, которую возглавляет митрополит Тамбовский Рассказовский Феодосий. Он же ректор семинарии. Как приступить к учебному году с Божьей помощью, узнала Надежда Кутукова. Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери с утра открыт не только для студентов и преподавателей семинарии. Для всех, кто желает попросить помощи и сил на новый учебный год. В этом году в семинарии 28 новых учеников, из которых 6 решили продолжить образование и поступили в магистратуру. 4 студентки Тамбовского колледжа искусств будут учиться на регентов, то есть руководителей церковного хора. После божественной литургии молебен обучащихся. Митрополит Феодосий просит о неспослании на отроков, то есть всех учащихся, духу премудрости и разума. Наставления молитвы обучащихся затем перетекают в проповедь для первокурсников, которые поступают не в обычное учебное заведение. И будут получать не знания своей профессии, ибо служение Богу – это не профессия, это особое призвание, это действительно служение. Однако знаний для служения потребуется более чем предостаточно. Наряду со светскими предметами в семинарии изучают два обязательных языка – латынь и древнегреческий, углублённо русский, литературу, плюс богословские предметы, как теоретические, так и практические. Например, литургия, да, как проводить богослужение, как правильно соединять службу, как всё необходимо выстроить богослужебную жизнь на приходе. Одновременно у нас происходит освященно-описание Нового Завета, Ветхого Завета, пасторское богословие, нравственное богословие, основное богословие, аскетика учений святых отцов и так далее, и так далее. Однако перед наступающими трудами и в духовной семинарии 1 сентября день праздничный, не учебный. Владыка Феодосии вновь ведёт уже неформальную беседу с учениками, зачитывает поздравления от святейшего патриарха Московского и всеяруси Кирилла, а на столе уже приготовлены подарки. Новый завет для первокурсников, богословский труд лестница для будущих магистров. Надежда Кутукова, Геннадий Крутов, Андрей Толстов, Вести, Тамбов. В Саратовском государственном медицинском университете имени Разумовского подводят итоги приёмной кампании. Конкурс в этом году как никогда высокий, а программам подготовки будущих абитуриентов и специалистов уделяют особое место. Кроме того, ВУЗ занимает лидирующие позиции в престижных образовательных рейтингах мира. Игорь Корняков расскажет подробнее. В этом году в одном из старейших и крупнейших медицинских вузов страны СГМУ Разумовского приёмная кампания бьёт рекорды. На бюджет зачислено почти тысяч абитуриентов. Ещё 600 на коммерцию и столько же приедут учиться из-за рубежа. В структуре университета свой медицинский колледж, предуниверсарий и большой набор в ординатуру. Но профориентацию начинают ещё со школы. При поддержке Николая Васильевич Панкова, председателя попечительского совета нашего университета, депутата Государственной думы, два года назад мы открывали медицинские классы в районах области. Первый год прошлый приём уже показал более высокую заинтересованность и количество подготовленных абитуриентов после медицинских классов, которые пришли учиться. В СГМУ активно внедряют цифровые технологии и программы подготовки одарённых студентов. Врач будущего – одна из них. Среди участников – те, у кого высокие баллы ЕГЭ. Эти группы на факультетах учатся по индивидуальной траектории. Они входят в стартап-студии, в научные программы. Они занимаются углубленным изучением иностранных языков. Золотой медалист Ильну Раскеров с выбором профессии вуза определился давно. ЕГЭ сдал на высокий балл и учился в родном Петровске в медицинском классе, который открыли в его школе по программе СГМУ. Это самый старейший закомендовавшийся вуз, который выпустил очень много талантливых врачей. Тем более он всё время развивается и сейчас находится на пике своего развития. СГМУ – мощный клинический центр, объединяющий три многопрофильные больницы, а также научно-исследовательские институты. Проводятся исследования и разработки на мировом уровне. Внедряются уникальные медицинские продукты. СГМУ – один из самых популярных медицинских вузов не только по Волжье страны. Конкурс в этом году. 10 человек на место. Игорь Корняков, Вести Антамбов. В мошенничестве обвиняют директора туристической фирмы «Глобус Тревел» из Мичуринска. Как сообщили нам в прокуратуре, на протяжении почти двух лет компания обманула 66 человек. Это только те, кто обратился в правоохранительные органы. Получая деньги от клиентов за путевки, фигурант дела под различными предлогами говорила, что поездка откладывается по причинам, которые от нее не зависят. И предлагала перенести отдых на более поздний срок. По сути, работа турфирмы напоминала финансовую пирамиду. Только все деньги хозяйка забирала себе. Получают клиентов денежные средства. Свои обязательства, связанные с подбором бронированной и оплатой туристических продуктов, обвиняемая не выполняла, обращая при этом деньги в свою пользу. Общий ущерб, причиненный клиентам турфирмы, составил сумму свыше 10 миллионов рублей. После вручения копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу. В ДК «Юбилейный» продолжает работу выставка обуви белорусских и других производителей. Подробнее Надежда Кутукова. На осень сухую и дождливую. В коллекции новой модели закрытых туфель на непогоду, демисезонные ботинки, полусапожки, макосины. Женский размерный ряд варьируется от 36 до 44 размера, мужской от 42 до 49. Мягкая, удобная, подходит на любой подъем, прочная, промокать не будет, на любую погоду подойдет вам. Также регулируется по подъему. А значит, подойдет обладателям проблемных ног и позволит убрать дискомфорт от выступающей косточки или большой полноты. Правильно подобрать пару помогут опытные консультанты. Удобная колодка. Они такие довольно-таки для ноги, уже пожилых людей. Такая колодка широкая, такая удобная, подъем хороший. Так что нам, белорусская область, мы здесь уже не первый раз. Мы каждый год сюда приходим. Выставка обуви ожидает гостей с 9 утра и до 7 вечера в ДК юбилейной по 3 сентября включительно. Надежда Кутукова, Владислав Истягин, Алексей Исковских. Вести. Тамбов. Начало осени в Тамбове знаменует уникальное музыкальное событие. Это мировая премьера музыкально-драматических иллюстраций к поэме Лермонтова «Тамбовская казначейша». Она прозвучит на открытии 4-го в фестивале «Прима Домра» 6 сентября в областном драматическом театре. В концерте примут участие известный актер Григорий Сиитвинда, телеведущий Артем Варгавтик, домристка Екатерина Мочелова, пианистка Екатерина Мечетина и другие популярные артисты. Чуть измененную программу покажут на следующий день в Ивановке. 8 сентября тамбовчанам представят джаз на разных языках. Впервые в городе выступит камерный оркестр Московской консерватории. А финальный аккорд 21 сентября прозвучит в исполнении оркестра русских народных инструментов «Россияне». Проводят фестиваль при поддержке президентского фонда культурных инициатив правительства и Министерства культуры области. Подробности на сайте фестиваля. Чем еще обещают запомниться эти выходные, подробную афишу представит Надежда Кутукова. А начну я не с выходных, а с сегодняшнего вечера. Начиная с вечера пятницы и по воскресенье. Три дня артисты тамбов концерта будут ждать зрителей на открытой площадке перед филармонией. Начало концертов на открытом воздухе в восемь вечера. Сегодня детская филармония поздравит всех школьников с началом учебного года. Второе сентября вечер оперетты в программе «Арии» из оперетт «Летучая мыша Боэдера», «Русалка» и «Принцесса цирка» и других. Третьего сентября в восемь вечера на импровизированную сцену выйдут солисты тамбов концерта и ансамбли русских народных инструментов «Россияне». Прозвучат задорные кадриль, сельский наигрыш и «Выйду на улицу». Лирические песни «Светит месяц» и «Гляжу в озера синие» и другие. Чтобы наслаждаться музыкой, сидя и в комфорте, есть два варианта. Либо прийти заранее, ну или захватить с собой стульчик из дома. Еще один плюс осени. Наступает время гастрономических фестивалей. Так, в субботу в бывшую усадьбу Воейковых в Старой Ольшанке, ныне селе Красное Знамя Уваровского округа, устроят фольклорно-гастрономический фестиваль «Осенние дары русской усадьбы». Гостям обещают полное погружение в атмосферу старинной русской усадьбы, гастрономическое изобилие, экскурсии, работу ремесленных рядов. Специалисты Уваровского крывического музея познакомят участников с дворянским этикетом и сервировкой обеденного стола. Запланирован и званый обед с поленовским меню. Гости, уставшие от суеты и шума праздника, смогут прогуляться вокруг пруда или отдохнуть в деревянных беседках. Переходим к спортивным событиям. Эти выходные проходят под знаком Дня Знаний. Войти в учебный год весело и на позитиве, обещают участникам соревнований на велосипеде и беговеле «Велодети-68» в парке «Дружба», посвященных первому сентября. Сбор в 9.30 утра. И, как заявляют организаторы, здесь ждут велогонщиков в возрасте от нуля и до 10 лет. Поэтому первыми на маршрут выйдут самые маленькие спортсмены на беговелах. А после них в 11 утра состоятся гонки на велосипедах. Кстати, занятия найдут для себя здесь не только гонщики. Спортивная организация устроит мастер-классы для всех желающих. Ну а если вам больше по душе другой вид активности – бег, то в Мичуринске в шестой раз проведут в Мичуринске легкоатлетический пробег. Бегунов ждет живописная трасса в историческом лесопарке, бывшей центральной генетической лаборатории. Каждый участник забега получит памятную медаль, а победители и призеры – отдельные награды. Хоккейный клуб «Держава» в эту субботу ждет болельщиков. В 13.00 начнется контрольный матч против МХК «Липецк» на Тамбовском льду. Игра пройдет на ледовой арене в Радужном. Вход для болельщиков свободный. Такой получилась афиша на эти выходные. Надеюсь, каждый найдет для себя что-то интересное. Но какой бы вариант досуга вы не выбрали, пусть он подарит вам только приятные и яркие эмоции. Далее прогноз погоды. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте и в соцсетях. Итоговый выпуск «Вести» сегодня смотрите в 21.15.